Понравилось. Атмосфера такая прикольная, крутая вообще. Вчерашний день открытия на специально построенной уникальной арене с трехэтажным бойцовским павильоном на свежем воздухе был отмечен поединком профессиональных боксеров в категории до 59 килограммов Эльнура Самедова из Ноябрьска и Андроника Григоряна из Астрахани. Оба уже далеко не новички, имеют более полутора десятков официальных боев. Оба довольно высоко котируются в мировой табеле о рангах. К середине восьмираундного поединка явно обнаружилось преимущество Самедова. Григорен продолжал периодически огрызаться контратаками, но в ответ получал обычно больше, чем выдавал. К тому же выдавал зачастую по воздуху. В итоге, в предпоследнем седьмом раунде Андроник отправился в нокдаун. Подняться сумел, но продолжать отказался. Победитель же показал себя человеком скромным. Типа, никакой я не волшебник, я только учусь. Я хорошего боксера не бываю, все постоянно учатся чему-то. Я такой же, я каждый сбор, чему-то учусь, что-то новое узнаю для себя. Моментами ловил, да, вот так. Вообще, ну, мне понравилась атмосфера такая прикольная, крутая вообще. Сегодня, во второй день RCC Fest, был день кикбоксинга. Международный турнир RCC Firefight 22, ставший рекордным для российской организации по количеству боев за один день. Болельщики увидели 18 поединков лучших кикбоксеров России и мира. Завтра, в финальный день фестиваля, на площадке скейт-парка в аллее УКРК «Уралец» и Академии единоборств русской медной компании, пройдет международный кубок RCC Extreme, за который поспорят сильнейшие райдеры и официальный чемпионат России по BMX. Еще раз обратим внимание, все это происходит на открытом воздухе, и такого, пожалуй, не было, по крайней мере, у нас в стране, что под многодневный турнир по единоборствам был выстроен такой огромный трехэтажный павильон, ринг, сцена, свет, звук, все на высшем уровне, со звездами, и все для зрителей бесплатно целых три дня. Весьма достойный подарок городу на трехсотлетие. Завершится фестиваль любительским турниром по кикбоксингу, турниром по силовому экстриму, а битбоксеры, рэперы, паркурщики и просто танцоры выступят в шоу-программе. Увенчают ее наши земляки-хедлайнеры Нелета и Клава Кока.